Друзья, мы с вами говорили о том, что нефть сегодня в нашем мире уже стала никому не нужной. Еще многие, кто делал свои деньги на воздухе, на нефти, которую качали из земли, это наши Газпромы, Росстам, какие-то промы, они делали деньги на нашем с вами ресурсе. Ресурс народный, потому что народ живет на этой земле. Обычно какой народ живет на земле, тот и пользуется ресурсом своей земли. Но так получилось, что мы с вами не вольны распоряжаться ресурсами, а ресурсами в нашей стране распоряжается политбюро, которое приехало к нам из-за границы. Это в основном все немцы. Ну как-нибудь мы с вами поговорим об этом. На самом деле это действительно немцы, приехавшие к нам с вами в страну. Нет, они не приехали сразу там в 90-е годы, хотя многие из них и как раз приехали в 80-е и 90-е годы в нашу страну. Они отобрали все у нас, но потому что это их страна, они так считают. И когда я сделала видеоролик о том, что танкеры стоят сегодня в морях, океанах, и показала вам карты этих танкеров, как они стоят, то в это время я вам сказала, что это будет большая проблема, потому что некуда эту нефть деть. Покупать ее некому, все. Ну, во-первых, пандемия, да, остановилась вся экономика всех стран. Вообще, куда деть нефть? Некуда деть, нет. Она более никому не нужна. Еще какое-то время мы с вами будем пользоваться своими автомобилями, которые сделаны на дизеле, на бензине, чем мы и пользуемся. У кого-то есть уже автомобили на электричестве. И я знаю, по Швейцарии очень давно бегают автомобили, очень давно. Еще, наверное, с начала 2000-х годов бегают автомобили на электричестве. Но что такое, друзья, электричество? Если вдруг когда-то вырубят электричество, но вдруг, да, то получается, что у нас автомобилем невозможно будет заправиться, да, зарядиться энергией, то есть им неоткуда будет взять свою энергию, и автомобили встанут. Бензина? Нет. Бензиновые автомобили все исчезнут. Электричество тоже остановится. А как же быть? А вот для этого придумали следующий способ, когда можно использовать автомобили на водороде. Вот этот водород, он придуман не сегодня, не вчера. Он придуман очень давно. И на водороде уже ездили. Машины их испытывали, все было в порядке. Но серийный запуск Toyota запустила только в 2019 году. Понимаете? Получается, что тогда еще Япония знала, что будут другие автомобили, и что не будет бензина, и не будет нефтепродуктов. И поэтому они перезапустили свое производство на автомобиле на водороде. Видите, не на электричестве, а именно на водороде. Вот Toyota начала серийное производство первого в мире автомобиля с водородным двигателем. Новый седан Mirai работает только на водороде, а вместо вредных выхлопов производит чистую воду. По словам конструкторов, одной заправки хватит на 650 километров пути. То есть заправились один раз, и 650 километров пути. Это здорово. Но японские эти автомобили, друзья, они продаются только в Японии. А по всему миру их не продают. Вы же знаете, что в Японии такая техника, прекрасная техника, уникальная техника для нашего с вами примитивного быта. Потому что Япония давно шагала вперед, а мы все воюем, делим что-то, считаем свои нищенские копейки, а Япония все идет и идет вперед. Цена такого автомобиля составит около 60 тысяч рублей. При этом правительство страны объявило, что все покупатели экологичных седанов получат от государства субсидии в размере 17 тысяч. Автомобиль стоит 60 тысяч долларов. Субсидию государство дает 17 тысяч, потому что, конечно, покупать сразу автомобиль на водороде, ну, в общем-то, все ездят на бензине и на дизеле, а здесь вдруг водород. Поэтому субсидии дается. То есть скидка еще дается. Сколько получается машина будет стоить? 43 тысячи вместе с субсидией, да? Будет обходиться она хозяину, кто купит такой автомобиль. Конечно, для таких целей, для таких автомобилей нужно строить новые заправки. И они уже строятся. Сам процесс заправки автомобиля занимает несколько минут. И при этом, если судить, что бак это 650 километров может проехать автомобиль, то получается, что это в расчете, что на один километр он будет тратить 0,1 доллара. То есть сколько? 10 центов. Поэтому, друзья, когда мы сегодня с вами говорим о том, что нефть некуда деть, и ее не будут сливать, и что танкеры будут стоять до скончания века, и будут ждать, когда кто-то у них купит. А пандемию держат и держат, и она будет держаться еще очень долго, эта пандемия, потому что сегодня мы с вами находимся только в начальной стадии этой самой пандемии, то есть этого опыта над человечеством. Мы находимся в начальной стадии. Она сегодня у нас с вами выливается в то, что мы пока несколько месяцев вроде как сидим дома, и многие уже не могут сидеть, и многие предприятия встали, остановились. Так кому же тогда нужна нефть, если это сейчас заново объявить пандемию, то есть заново сделают новую вспышку? Тогда что? Тогда вообще ничего никому не будет нужно. И как вы думаете, сколько эти корабли простоят в морях, океанах и в реках, которые сейчас уже стоят и ждут разгрузки, что их кто-то купит? Да так и будут стоять. Четыре года. Нам четыре года объявили, что будет пандемия. Четыре года, когда будут перестраивать мир. Мы с вами живем в эпоху перемен, и поэтому мир перестраивается на новые лады. И музыка будет звучать другая, и ноты, и струны, все будет другое. Вот нет у нас с вами погани, а он бы нам, наверное, исполнил бы сегодняшнее наше с вами изменение в мире. Поэтому нефть, конечно, будут сливать, друзья. А вот когда нефть будут сливать в моря, то ее могут поджечь. Какая там бактерия синтия? Я не знаю даже, что это такое. Но нефть, я знаю, могут поджечь. А вот когда ее подожгут, то тогда может загореться тот самый купол силовой, который находится над нами с вами. И могут загореться те города, которые находятся над нами с вами. Смотря какой пожар будет. Потому что одно дело, жгли тайгу в России. Десять лет жгли тайгу. Бесконечно жгли. Помните 2010 год, как задыхалась Москва. И это уже было тогда не первый год, когда жгли Москву. То сегодня она опять все горела и горела. Прошлый год тоже горела. Сейчас начнется сезон, опять будет гореть. И теперь, когда некому поджигать тайгу, то сами члены администрации идут и поджигают. Потому что они получили приказ сверху. Поэтому они поджигают. То есть, видите, это действие внутри одной матрицы. Это приказы правительства. Неважно, глупого, тупого. Мы подчиняемся этому правительству, каким бы оно ни было. А подчиняясь правительству, друзья, вы не можете сказать, это не наше правительство, какое бы оно ни было, но оно ваше. Вы подчиняетесь приказам. Вы получаете свою пенсию из их рук. Оно захочет и не даст вам пенсию. И что вы сделаете? А у вас нет никакого рычага. На это правительство, чтобы сказать, что оно не наше. Вот начали мы с вами, друзья, с водорода, с автомобилей, которые на водороде уже ходят. Их уже много в мире. Они уже начали свой путь по планете, по нашей с вами земле. Сначала с богатых стран. Япония, Швейцария, Соединенные Штаты. Ну, а там дальше, друзья, до России, может быть, когда-то это и дойдет. А может быть и нет. Потому что в России могут вообще все автомобили забрать, так скажем. Не будет бензина и все. Потому что свои бензовики, нефтяники, они хотят только повысить цену на бензин, но никак не понизить. Вся Европа понизилась и будет понижаться, и понижаться, и понижаться, пока совсем нефтепродукты перестанут быть востребованными. Но есть еще и автомобили, которые работают на воде. На соленой, причем, воде. Вот это, наверное, более интересно. Опять-таки, видите, уходят от нефтепродуктов. Поэтому, друзья, мы с вами, уходя от нефтепродуктов, должны понимать, что те танкеры, которые стоят сегодня на воде, и весь мир, все моря, перезагруженные этими танкерами, они начнут поджигать и сливать свою нефть. Они просто ее сначала будут сливать, а потом уже поджигать. Потому что, как некоторые, ну, я не буду давать оценку, конечно, умственным способностям, когда люди говорят, все равно продадут. Но кто продаст? Зачем? Миллионы, миллионы тонн нефти. Кто ее будет продавать? Кто ее будет покупать? Когда все стоит. А 4 года танкер не будет использоваться, когда он может использоваться для других целей, переоборудоваться, вычиститься и может возить другие грузы. Но он стоит под нефтью. И таких танкеров огромное количество. Детях некуда. А куда их денут, скажите? Так вот, если сольют всю нефть и подожгут, вот это будет мировой коллапс. Вот скажите, возможно это или нет, друзья? На ваш взгляд. Давайте подумаем вместе и вместе пообсуждаем. Я Таня Карацуба, Синбургхан.